Всем привет! Вы на канале Мой Дом и Я. С вами я Юлия. Сегодня 17 апреля. Я хочу немножко подрезать свой крыжовник, убрать ветки, которые находятся внизу, а также немного повырезать старые ветки. Конечно, обрезку можно было и нужно было сделать немножко раньше, но так как посадка огородов и все остальное, не всегда успеваешь сделать все вовремя. Вот такая вот уже старая веточка. Мы ее убираем. Здесь я оставила от нее небольшой пенек, с которого будут отрастать молодые ветки. Также будем убирать ветки, которые лежат на земле. Обрезая внизу ветку, обнаружила, что ветка, которая была еще ниже, уже укоренилась. И вот выпускает молодые отростки. Она уже приросла. Можно ее укоротить, чтобы она нам не мешала. А эти пускай растут пока. Осенью можно их пересадить. Крыжовник уже начинает выпускать бутоны с соцветиями и скоро зацветет. Вот такая кучка из веток постепенно образовывается. Ветки есть внутри поврежденные стеклянницы, но большая часть их здоровые белые на срезе. Так как мы обрезку почти не делали ему, я думаю, нужно ее все-таки делать каждый год для обновления веток. А также для укрупнения ягод и более раннего их созревания. У нас этот сорт, который здесь растет, это сорт инвикта. Ягода у него довольно-таки крупная, но если бы она вызревала немножко раньше, было бы лучше. Так как мы выращиваем ягоду не только для себя, но и на продажу. На первую ягоду всегда лучше цена и ее лучше берут. А также не менее важно, чтобы ягодка была уже вызревшая и послаже. Поэтому обновляем ветки и будем надеяться на более ранний урожай после нашей обрезки. Обрезала одну веточку, которая лежала практически на земле. Так как ягода на земле не нужна, она будет постоянно вымазываться и неудобно собирать. И эта веточка оказалась вот уже с такими корнями. В принципе, там еще есть такие, я их пока оставила. Но так как эту я уже отрезала, то мы ее сегодня высадим на место, где у нас выпал один кустик. Вот здесь уже у нас подготовлена ямка. Я думаю, этим же сортом мы ее и заполним. Почему-то у нас иногда бывают выпады. Один куст в ряду пропадает. И мы потом его заменяем молодым кустом. Вон там вот видно, что уже посаженный молодой. Потом в конце ряда. По каким причинам, я не знаю. Возможно, это из-за стеклянницы она повреждает. Так как мы кусты ничем не обрабатываем. Ну вот один куст бывает один раз в год. Один раз в два года выпадает у нас в ряду один кустик. Вот такая у меня уже гора веток. Их можно ранней весной или осенью вот так вот обрезать, делать черенки и укоренять. Они хорошо укореняются. Также можно пришпиливать ветки, которые находятся внизу у куста. А также можно размножать крыжовник, прикапывая весной куст. Горку земли насыпать. И он до осени укоренится. Видите, Кнопа помогает мне. Отдыхает на моей зелени, там где я посеяла, накрытая агроспамом. Там тепло, хорошо. А я жду зелень, когда она зайдет. А зайдет ли она? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...